Доброе утро, мои красивые! Сегодня поговорим о новинках в уходовых линейках. Все три линейки бюджетные одна, бюджетнее другой. В линейке Bloom появляется сыворотка, не привязанная к возрасту, и крем для век, тоже не привязанный к возрасту. Напомню, что в той линейке у нас есть подразделение 35+, 45+, 55+. Эта линейка разработана совместно с французскими лабораториями. Bloom переводится как цветение с английского языка, и в этой линейке используются биокапсулы растений. И, кстати, в этой линейке я больше всего люблю кремы с туберозой. Мне нравится душка, мне нравится эффект, хоть у меня еще возрастных изменений нет, но у меня есть морщины на лбу, у меня уже кое-где появляются мимические морщинки. Когда я использовала линейку с туберозой 45+, я заметила, что кожа на лбу заметно разгладилась. Хотя, в принципе, наши бюджетные линейки – это, конечно, прежде всего уход в плане питания, увлажнения, смягчения и защиты. И в этих линейках нет каких-то очень активных компонентов, как, например, в линейке «Эксперт», когда мы говорим с вами про круговую пластику. У нас там был крем «Ретинолпро», но, к сожалению, его убрали. Я надеюсь, что его вернут, перевыпустят. В линейке «One Week Miracle», в линейке «Матридженик» там есть активные компоненты, есть биомиметическая косметика, у нас есть косметика с пептидами и так далее. Бюджетные линейки, они в первую очередь направлены на смягчение, увлажнение питания и базовый уход. Поэтому вы можете спокойно миксовать и брать бюджетную линейку. Чаще всего в этих линейках нет сывороток. Исключение составляет линейка «Блума». Например, в линейке «Ботаника» и «Омега Хит» нет своих сывороток. Поэтому вы можете комбинировать, брать сыворотку, которая именно работает с возрастными проблемами или с пигментацией. В общем, что-то целенаправленное и поверх наносить обычные базовые кремы, потому что они точно так же производятся по всем стандартам. Не вызвали у меня аллергии, ни одна линейка у меня не вызвала аллергии. Что удивительно, во всех этих бюджетных кремах есть «Нововтемо-2». Не во всех линейках у нас есть, даже в тех линейках, что подороже. Ну, как подороже? Ну, где крем стоит, например, не 150 рублей, но 500-600. Не во всех линейках есть «Нововтемо-2». Тут в шести продуктах «Нововтемо-2» содержится. Если кто-то не знает, «Нововтемо-2» – это активный компонент, основной компонент компании «Фаберлик». Это разработка, которую использует, я надеюсь, пока только «Фаберлик». «Нововтемо-2» помогает доставлять все полезные вещества в глубокие слои кожи, помогает быстрее восстанавливать, регенерировать. Самое большое количество «Нововтемо» содержится в кислородном бальзаме. И кислородный бальзам достоин отдельного видео, надеюсь, я его однажды сниму. Ну, а сегодня поговорим именно о новинках. Первая новинка, о которой я хочу поговорить – это линейка «Ботаника» без привязки к возрасту. Морошка и алоэ вера ночной и дневной крем, точнее, дневной и ночной. И вот тут только на английском. Фитосыворотка для кожи вокруг глаз, морожка и лен. Что хочу сказать. Надо было выпускать эту линейку все-таки весной или хотя бы в начале лета. Потому что дневной крем очень легкий и увлажняющий. И вот летом он бы просто зашел на уран, как говорит молодежь, к которой я себя отношу. Но сейчас уже маловато. И на отопительный сезон будет маловато. Если у вас кожа жирная, комбинированная, то сейчас будет хорошо. Я этот крем один раз наносила в чистом виде. И уже через час было ощущение, что хочется нанести еще. Поэтому спокойно миксовала с линейкой «Блум». Вместе с сывороткой было очень комфортно. И даже пробовала под этот крем сыворотку из линейки «Гиалуронка», где у нас 1,5% гиалурона, тоже было прекрасно. Ночной крем для меня самодостаточный. Мне его хватало. Покажу текстуры и дальше перейду к составу. Дневной крем для меня легенький. Ну, не водичка-водичка, но очень быстро впитывается, дает увлажнение. А душка приятная, водянистая, если не знать, как называется линейка, что там алоэ. Можно даже сказать, что как будто бы линейка с огурчиком. То есть вот ассоциация, по-моему, в Невской косметике есть крем с огурцом. Там, кстати, есть и крем с алоэ. Ну, то есть одушка действительно такая свежезелененькая, возможно, с примесью каких-то цветов, но приятная. Для меня никаких отвращающих нот нет. Вы меня знаете, я противная в запахах. Если какая-то цветочно-зеленая одушка слишком свежая, я такие не люблю. Но здесь для меня все максимально приятно. Крем практически моментально впитывается, не оставляя никакой липкости. Кожа гладкая, ухоженная, очень, в принципе, устраивает, но летом. Вот летом было бы идеально в чистом виде, просто супер. А сейчас маловато, а в отопительный сезон будет совсем мало. Напомню, что в теплое время года утром используем увлажняющие кремы, вечером питательные. В прохладное время года, особенно в отопительный сезон, утром мы используем питательные кремы, вечером увлажняющие. Ну, в принципе, зимой, наверное, можно и утром, и вечером использовать питательные кремы. Все. Дневной крем впитался очень быстро. Ночной крем. Он поплотнее. Он прям вот крем-крем в классическом понимании этого слова. Но он тоже очень хорошо впитывается, не оставляет липкости, имеет такую же одушку. И кожа после него мягкая. Я могу сказать, что утром я проснулась, лицо нормальное. Пока я тестировала эти линейки, никаких побочных эффектов не заметила. Крем для век, точнее фитосыворотка для кожи вокруг глаз, я его не повторю, наверное, даже летом. Потому что я люблю на кожу век наносить даже летом кремы для век поплотнее. Мне в этом плане больше нравится крем из линейки Мискини, из линейки Аксиологи. Не знаю, вот для век мне нравится, когда крем питательный. Но я знаю большое количество женщин, которые наоборот не любят питательные кремы для век. Хочу сказать, что основной плюс, это то, что он очень легко скользит по коже. Прям такое приятное ощущение создается. Пальцы очень легко скользят. Меня просили показать на себе, как я наношу крем для век. Прошу прощения, не могу. Потому что соскочила простуду на губе, не хочу с таким лицом появляться в экране. На ваших экранах с утра пораньше. Крем для век очень хорошо разносится. Это важно, потому что когда мы наносим крем для век, не должно создаваться никакого эффекта натягивания. В принципе, когда мы наносим крем на все лицо, мы тоже не должны натягивать кожу, как-то елозить, мучить ее. Хотя я знаю, что есть люди, которые прям любят так промассировать свое лицо, но вроде косметологи говорят, что так нельзя. Поэтому мы стараемся так не делать. Стараюсь, по крайней мере, соблюдать массажные линии. Но вот веки действительно, если крем для век плохо разносится, ты прям чувствуешь вот это натяжение. Все, эта сыворотка моментально впитывается, чувствуешь увлажнение, прохладу. Ну, конечно, нет такого ощущения, как на лице, когда ты можешь сказать, что я вот чувствую, что хочу крем нанести еще раз. Но это, наверное, на каком-то субъективном уровне. Мне для век, для тонкой кожи век хочется нанести что-то поплотнее. Могу сказать, что веки, даже в моем возрасте, в 29 лет, а скоро мне 30, тоже нуждаются в дополнительном уходе. Я знаю, что есть люди, которые не воспринимают кремы для век, я воспринимаю, мне нравится, я люблю все эти процедуры по уходу за кожей лица, люблю делать, использовать сыворотки. Меня не пугает вот эта многослойность, могу еще и в масочке светодиодной посидеть. В общем, это все для меня создано, для меня придумано. Теперь поговорим о составах. Напомню, да, что составы максимально простые. В основном это какие-то масла, пандено, ну, в общем, сейчас все вам расскажу. Итак, в дневном и ночном креме составы очень схожи, поэтому сначала назову компоненты, которые используются и в том, и в другом креме. Даже нет. Давайте так, в этих трех кремах, несмотря на то, что тут лен и мороженое, используются практически одни и те же компоненты, разница буквально там в две-три позиции. Поэтому буду называть сначала то, что использовано и там, и там. Масло ши, ну, это базовое масло, да, в создании кремов для лица, питает, смягчает, очень полезно для нашей кожи. Оно же масло кориде. Мочевина содержится во всех трех кремах. Мочевина, ну, не в чистом виде, просто урия, да, она там гидрогенизированная. Она не та мочевина, которую используют в кремах для ног. Это больше компонент, который направлен на увлажнение и удержание влаги. Поэтому этого слова не пугайтесь. Содержится на вофтему 2, как я и сказала, даже в бюджетных леничках. Лецитин, про него я вам сто раз рассказывала. Морожка. Содержится... Слушайте, а что я вам говорю? Морожка тут? Морожка тут. Все. Тут алоэ-морожка, алоэ-морожка, а здесь морожка и лен. Почему-то я все время пытаюсь где-то припихнуть облепиху. А я знаю, почему я пытаюсь припихнуть облепиху, потому что она вот здесь содержится. Когда готовишься к видео, все перемешивается. Итак, содержится морожка. Вот тут я себя законспектировала. Питание, защита, морожка используется для сухой, увядающей и зрелой кожи. Активно борется с морщинками и предотвращает появление новых. Разглаживает и оживляет кожу, снимает раздражение и успокаивает. Вот. Помнили, девочки? Также содержится аллентеин и витамин Е. Ну, в принципе, витамин Е добавляют практически во все кремы. То есть базовый такой уход. Ни в каких-то там нет огромных списках пептидов и так далее. Но мы помним, что это бюджетные линейки. Теперь, чем же эти кремы отличаются? Итак, в дневном креме используется масло миндаля. В ночном креме используется масло макадамии. Скорее всего, благодаря этому достигается разница в плотности. Ну, нет. Скорее всего, там еще и немножко разные консерванты и загустители, которых, кстати, тоже не надо бояться. Потому что если будет крем очень натуральный, ну, тогда вероятность аллергии больше. И крем будет быстро портиться. И напомню вам, да, что крем и фабирейк у них у всех в основном срок годности 18 месяцев. На что многие жалуются, потому что в магазине крем берешь, а там 3 года. Ну, во-первых, я хочу сказать тоже, тут должна быть, да, какая-то грань. Если совсем натурально, он там будет от 3 месяцев до 6 месяцев храниться. Если слишком много консервантов, он может спокойно 3 года, а мне кажется, и 5, если так написано. Фабирейк намеренно занижает сроки годности. И, в принципе, очень часто я использую крем еще в течение полугода, как минимум после окончания срока годности. С ними все нормально. Только, по-моему, линейка Dr.Core. Вот она любит, чтобы ее использовали вовремя. А все остальное не портится. Также в дневном и ночном креме содержится сок алоэ вера. Ну, алоэ вера, мне кажется, у большинства стоял на подоконнике. Мы отламывали листочек, разрезали его вдоль. И если какие-то ранки, ожоги, повреждения, и так использовали. Итак, сок алоэ смягчает, снимает раздражение, заживляет, ускоряет регенерацию клеток и помогает увеличить синтез коллагена. Это прекрасный компонент. Но я могу сказать, что в некоторых кремах я на алоэ могу реагировать. Я боялась из-за этого тестировать. Потому что у нас линейки Асиул есть гель-маска с алоэ. У меня на нее пошла реакция, лицо было красное. Мне моя добрая девочка Аня подарила сыворотку с алоэ. И у меня на нее была реакция тоже с покрасением лица. Я осторожно наносила эти кремы, реакции не произошло, поэтому я выдохнула и стала спокойно использовать. В ночном креме, помимо всех масел и полезных штучек, и помимо сока алоэ, используется пантенол. Но пантенол все знают, его начинают использовать от рождения, да, малышам наносят на попку, на воспаление, на потнички. И на сухости везде наносят пантенол, помогает смягчить, заживить, восстановить кожу. И отлично, что в ночное время пантенол будет заниматься нашей с вами кожей. Теперь про крем для век. В нем нет алоэ вера, но в нем есть неоцинамид, он же B3, который увлажняет, успокаивает, защищает. И неоцинамид, мне кажется, про него уже все знают, все уши прожужжали, он активно используется в корейской косметике. Поэтому на нем сильно не будем останавливаться. Также содержится масло льна. Ну, про масло льна я с вами разговаривала еще в линейке Омега Хит. Мы с вами, по-моему, с ним встречались. Да, в линейке Омега Хит есть льняное масло. Ну, как и все масла, питает, смягчает, защищает. И содержится гиалуронат натрия, что очень хорошо для крема для век. Но что мне напоминает, если я вижу гиалуронат натрия, что надо осторожно наносить вечером, не прям, непосредственно перед сном, потому что может возникнуть отек. Я, кстати, заметила, что если я наношу какие-то очень легкие кремы для век, если особенно они вдруг с гиалуронкой, то к утру будет Васька Пчеловод. А вот чем плотнее крем для век я на ночь наношу, тем лучше выглядит моя кожа век к утру. Теперь переходим к линеечке Блум. Сразу хочу сказать, меня просто сводит с ума эта душка. У нас тут с вами цветочек Эдельвейс. Можете почитать на сайте все, что про него написано. Мне очень нравится формат сыворотки. Я люблю, я люблю на первом месте, конечно, для меня вот такие крышечки, потому что это максимально удобно в использовании. Но такие мне тоже нравятся, и мне нравятся, когда на кремах для век они используются, потому что крем для век более устойчивый. По сравнению вот с таким. Но мы сейчас говорим о линейке Блум. Мне очень нравится отдушка. Я не знаю, на самом деле так пахнет Эдельвейс или нет. Сыворотка кремовая. И не совсем легкая, не совсем плотная. Самая то на зиму. Ну, даже не на зиму, а на осень и зиму. Она прекрасно подходит. Ну, до чего же приятный запах. Вот те, кто любит запах жасмина, мне кажется, вам понравится запах Эдельвейса. Но я не знаю тем, кто неинавидит запах жасмина, понравится ли Эдельвейс. Но мне чем-то отдаленно это напоминает жасмин. Очень приятная отдушка. Невероятная. После нанесения сыворотки чувствуется такое увлажнение, комфорт. Напомню, прекрасно сочетается со всеми кремами, которые я тестировала. И с увлажняющими, и с питательными. Ни с одним из кремов он не скатывается, не спорит. Не нужно дожидаться, пока впитается, наносить следующий слой. В принципе, очень комфортно, быстро все разносится. Крем для век. Тоже больше относится к легким. Он, конечно, поплотнее, чем вот эта вот фитосыворотка. Но, наверное, раз это сыворотка, он должен быть полегче. Он средний. Я бы сказала, он средней плотности крема для век. Такой стандартный. То есть, если я аксиологи и миски не отношу к более плотным, к тяжелой артерии. Это средний крем для век. При использовании этого крема не заметила никакой отечности, никакой припухлости. Все было максимально комфортно. Кожа век разглажена. Нет никаких темных кругов, ни мешков. Ничего. В принципе, как и при использовании вот этого. Но, опять же, повторюсь, я бы не рискнула использовать его прям непосредственно перед сном. И не рискнула бы наносить на верхний век. Для верхнего века у нас есть специальный крем в линейке Эксперт. Называется Аплифт Эффект. Теперь поговорим о составе. Так вам положу, чтобы вам было приятно смотреть. Итак, опять же, крем-сыворотка и крем для век очень похожи. Когда мы говорим про линейку одну, там очень многие компоненты пересекаются. И разница всегда идет примерно в один, в два, в три компонента. И разница в текстуре. Итак, и в сыворотке, и в креме для век содержится масло макадамии, масло ши, экстракт эдельвейса, который обладает антиоксидантными свойствами, снимает раздражение путем блокировки воспалительных процессов. Экстракт эдельвейса помогает заживлять даже язвенные раны и повреждения кожи. Вот это, я считаю, очень важный компонент. Вот как в сыворотке из линейки Бьюти Лаб у нас там с вами жимолость, по-моему, содержится, которая тоже отвечает за заживление и регенерацию. Так вот у нас теперь в линейке Блум с вами есть компонент, который тоже отвечает за заживление и регенерацию. Кому это полезно? Ну, в первую очередь, я думаю, людям с чувствительной кожей и людям с поврежденным гидролипидным барьером. Как мы его повреждаем? Ну, во-первых, мы его повреждаем, сильно переочищая кожу. Также солнышко тоже может нашу кожу так немножко поджаривать. Кто видел на пляжах бабулечек, дедулечек, у которых вот такая уже настолько тонкая в мелкую морщинку кожа, но такие коричневые, загорелые. Вот. Поэтому вам тоже Эдельвейс будет полезно, если вы прям хорошо так поджарились на солнышке. Опять же, если есть какие-то механические повреждения, чтобы их заживить. Если вы, как я, любите прищечки ковырять, тоже вам полезно будет продукт использовать с Эдельвейсом. Далее, витамин Е, но он практически везде есть, на вафте, лицетин, алантаин, аргинин. Но лицетин, алантаин постоянно встречаем, аргинин не во всех уходовых кремах есть, но аргинин отвечает в первую очередь за восстановление кожных покровов. Из чего делаем вывод, что блум-сыворотка – это в первую очередь про восстановление кожи. Теперь, чем отличаются сыворотка и крем? В сыворотке содержится масло жажаба и масло рисовых отрубей. Очень, кстати, интересный компонент. Отвечает за синтез эластина и коллагена, защищает от токсичных веществ, предотвращает онкозаболевания кожи. Я читала, что масло рисовых отрубей используется в азиатской косметике, и в самом большом объеме, по-моему, его использует, производит Япония. Поэтому, девочки, запоминаем. Сыворотка блум для восстановления, защиты кожи, для синтеза эластина, для защиты от токсичных веществ, для антиоксидантной защиты и предотвращения онкозаболеваний. А теперь крем для век. В нем дополнительно к основным компонентам содержится пантенол. Напомню, у нас пантенол содержится в ночном креме Ботаника. Очень приятно, что в креме для век содержится пантенол, для того, чтобы восстанавливать кожу век. И еще содержится кофеин. Кофеин мы еще встречаем в нескольких кремах для век компании Фаберлик. Ну, кофеин, во-первых, дает дренажный эффект, то есть предотвращает отеки и тонизирует. Поэтому очень хорошо, когда в креме для век есть кофеин. И теперь переходим к крему для век Омегахит, который меня немножко разочаровал. Знаете чем? Линейка Омегахит – это питательная, идеальная линейка для осени и зимы. Я бы вам посоветовала Ботаникой все-таки пользоваться в теплое время года, а к линейке Омегахит переходить зимой. Ну, кстати, надо поинтересоваться у компании, а что если сначала использовать фитосыворотку, а поверх наносить, например, другой какой-то питательный крем. Так вот, я ожидала, что в линейке Омегахит крем для век будет питательный. Он такой же желтенький, как кремы в этой линейке, но он абсолютно не питательный. Он очень быстро впитывается, он такой легкий, ну, опять же, не как водичка прям, но он все-таки очень легкий. Отдушка, в принципе, такая, как во всей линейке. Приятно легкокремовая, но состав у этого крема классный. В этой линейке Омегахит 3, 6, 7, 9 используется большое количество масел, которые, в принципе, и в пищу полезно употреблять. То есть, Омегу мы принимаем не только вовнутрь, и так наша кожа становится красивее. Омега, кстати, отвечает за красоту кожи и волос. Но мы и поверх наносим, чтобы что-то попадало через слой кожи. Итак, в креме Омегахит, если вы посмотрите мой обзор на всю линейку, потому что линейка-то вышла достаточно давно, посмотрите обзор, там вы услышите те же самые ингредиенты. Итак, оливковое масло, кунжутное, масло ши, льняное, облепиховый сок, масло облепиховое. Облепиховое масло, напомню, в советские времена... Ладно, не буду отвечать за всех, но нельзя так. Но у нас еще в нашем доме, еще в советских времен, в холодильнике хранилось облепиховое масло для тех, кто... В общем, для ожогов. Не знаю, насколько это правильно наносить масло на ожоге, но я всегда знала, мне так не нравился его запах, но я знала, что его используют, если кто-то получил ожог. Витамин Е, биосахаридная смола. Ну, биосахаридная смола, она, с одной стороны, как эмульгатор, по-моему, выступает, но также она создает пленочку для удержания влаги. Но могу сказать сразу, что крем, когда наносишь, нет ощущения пленки. Кофеин, напоминаю, да, что это дренаж, убирает отеки и также тонизирует. Экстракт плодов конского каштана. Второй компонент противоотечный, что очень хорошо. Ну, экстракт плодов конского каштана, мне кажется, во-первых, используется в кремах для ног, да, чтобы убрать отечность, когда, например, крем тонизирующий для ног, очень часто там используют этот экстракт. Что он, этот экстракт делает? Поддерживает сосуды и дает противоотечный эффект. На Вафтему-2 лицетин и аргинин. Поэтому про этот крем запоминаем, что помимо того, что он богат омега-3,6,7,9, и мы омегу получаем снаружи, а не только внутри, тут два компонента, которые дают противоотечный эффект. И поэтому, если у вас есть такая проблема отечности, мешки под глазами, то обратите внимание на этот крем. Но сразу хочу сказать, лучше уточнить в обратной связи, либо лучше проверить дома, если завтра утром никуда не надо идти, осторожно наносить на верхние века. Попробуйте только, возможно, там под бровь, по орбитальной косточке, и не путайте, пожалуйста, отечные веки с новейшими веками. Потому что иногда так бывает, что у человека, например, отечные веки, а он думает, что это просто новейшая века, начинает пользоваться соответствующими кремами, вроде бы раз, и веки по-другому выглядят. А иногда бывает так, что, наоборот, у человека просто такое строение века, новейшее, а он все с отеками борется. И, например, все подряд кремы наносят на века, а становится только хуже. Когда он уже потом оставляет все это дело, забрасывает кремы для века, просто обычным кремом пользуется, наносит, ну, как вот, прошелся под глазами, а на веки не наносит, и отеков никаких нет. Поэтому, если очень хочется пробовать на верхнем веке, ну, вы попробуйте аккуратно. Но я вас предупредила о том, что может быть обратный эффект. В общем, я вроде бы рассказала все, что хотела. Пишите свои вопросы, пишите свои отзывы. За отзывы я всегда благодарна. Забыла сказать для тех, кто на моем канале впервые. Меня зовут Катя, мне 29 лет. У меня два прекрасных сына, и я из Калининграда. Я наставник в компании Фаберлик, поэтому под каждым своим видео я оставляю свою персональную реферальную ссылку, проходя по которой, вы попадаете ко мне под крылышко, получаете мой номер телефона. Для того, чтобы иметь возможность задавать вопросы в любом мессенджере, вы, в принципе, можете мне и позвонить, если вам так удобно. Но я сама никогда никому не звоню. Я ни разу не позвонила ни одному своему новичку. Я никогда никому не задаю лишних вопросов. Не напоминаю, что кто-то давно не делал заказ. Нет. Я только присылаю вам приветственное сообщение, в котором есть ссылка для скачивания приложения. Информирую о подарке, который вам положен. А в остальном я всегда на связи, но стараюсь лишний раз о себе не напоминать. Я за то, чтобы не навязываться. Это самый большой страх в моей жизни, кому-то навязываться. Поэтому, если вам нужен опытный, ненавязчивый, но при этом отзывчивый наставник, я всегда буду рада видеть вас в своей команде. Если вы регистрируетесь на самом сайте Фаберлик, то тогда наставника для вас выбирает компанию, и вы не знаете, какой попадется. Если вы проходите по реферальной ссылке блогера, то вы видите по видео, что за человек, как он общается, каким объемом информации он обладает, и вообще, в принципе, он вам приятен или нет. Буду рада видеть вас на своем канале, буду рада быть для вас полезной. Всегда рада вашим комментариям. До встречи в новых видео. Всем пока-пока.